А главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Призыв из Киева. Верховная Рада обратилась с требованием к ПАСЭМ. Каким и что будет, если его проигнорируют? Фейковый обмен. В США прокомментировали новости о переговорах с Россией по поводу Сенцова. Что сказали? Инфекционная тревога в Одесской области. Вспышка сибирской язвы. Сколько человек больны и насколько опасна ситуация. Экстремальный рейс в Альове. Во время движения загорелся автобус. Насколько безопасен городской транспорт? Тавлетки на парламентской трибуне и разговоры все о том же бюджете. С самочувствием у нардепов все в порядке, но вот на цифры в смете реагируют нервно и бурно. Что нардепы хотят подкорректировать? Кого отправить в отставку? И чего просят у ПАСЭ? Обо всем подробнее далее в материале. И бюджеты, и лекарства, и обращение к ПАСЭ с утра, как всегда, полярность мнений. Главный радикал пришел с таблетками, в который раз агитировать свою идею ценовой политики в аптеках. Для лекарства суглобов для старших людей. У Польши 400 гривен, в Украине 800 гривен. Еще раз скажу, что зарплата в Польши в 10 раз больше, чем в Украине, в Беларуси вдвече. Я еще раз скажу вам наш абсолютно реальный план, который даст возможность на 25% снизить вартность леков и сделать их доступными для миллионов украинцев. Другая часть зала недовольна бюджетом, принимать который в первом чтении предстоит в ближайшее время. Это бюджет полной стагнации, бюджет бедности, бюджет руйнации подальше Украины. И это бюджет централизации ресурсов вместо децентрализации. Мы дали пропозиции, наша команда, которые ставят на место политику с заработной платой и пенсией людей, ставят на место тарифную политику, закрывают все офшорные сферы, которые влияют на бюджет. Уряд, прикрывающись войной, впервые продолжает строить полицейскую государство. А как по-другому трактовать наступное? Видатки на МВС пропонуются увеличить на 25% до майже рекордных 82 млрд грн. Видатки на СБУ также пропонуются увеличить почти на четверть до отметки 9,5 млрд грн. Зменшивается финансирование субсидий – 71 до 55 млрд грн. И это при том, что представители уряда уже неодноразово анонсуют подвищение цен на газ. Люди с острыхом ждут новых тарифов, особенно в условиях, когда уменьшается количество полученных субсидий, согласно проекту нового бюджета. Также есть проблема с увеличением ценности газа для промышленных предприятий. Вимога нашей фракции. Уряд должен прийти в парламент и вызвать, как будет проходить подолание экономической кризи. А руководство «Навтогаза», которое допустило такой безглад и тарифный геноцид, должно выйти за ворот с речами, выйти на выход и оставить свои посады. В сессионном зале к бюджету приступят, скорее всего, на следующей пленарной неделе. По крайней мере, завтрашнее рассмотрение документа в комитете откроет возможность для его вынесения в зал. Пока же в повестке дня постановления, в котором Рада осуждает попытки России вернуться в состав парламентской ассамблеи Совета Европы. Фактически Россия без никакого выполнения резолюции хочет вернуться назад в парламентскую ассамблею Ради Европы. Генеральный секретарь Ради Европы, пан Ягланд, постоянно заявляет, что Рада Европы потеряет серьезную финансовую поддержку от Российской Федерации. Но мы и другие делегаты парламентской ассамблеи заявляли и заявляем, что не может быть деньги, не может быть финансовая поддержка, прерогатива над верховенством права. И если это финансование, 10 миллионов евро, это и цена тех людских жизней, которые мы сейчас втрачаем наших воинов и наше цивильное население, тогда основная ценность европейская не есть жизнь человека. За принятие документа 242 нардепа. Теперь его направят в ПАСЭ, а там примут к сведению. А вот следующий закон, который значился в повестке дня, Рада зарубила. Он касался динационализации печатных СМИ. Голосование за документ оказалось провальным, а уже в четверг нардепам предстоит рассмотреть языковые законы. Их четыре. Фракция проголосовала вчера поддерживать законопроект авторства Ярослава Лисюка и многих наших членов фракции. Там закон набагато простейший, он не требует серьезных финансовых выдатков на реализацию этого закону, хотя и другие законы предпочатаются. И как раз закон пана Лисюка не предпочитает никаких мовных инспекторов. Мы готовы этих мовных инспекторов с тексту закону прибраться. Будет створена мовная комиссия. И вот эта мовная комиссия, вона будет, зокрема, стандартизовать ту или иную терминологию. Вона запровадить центр оценивания. У нас есть больше 20 законов, уже чинных, согласно с которыми предпочено, что кандидат на ту или иную посаду, зокрема, как и кандидат в депутаты, и кандидат в президенты, мает владеть украинской мовой. Но кто и как это проверит, если не будет створено соответствующего органа. Впрочем, языковые законы могут стать еще одним камнем преткновения в парламенте, поскольку авторы документов от разных полицил, а каждая в преддверии выборов захочет, чтобы поддержали именно их текст документа. В это время под стенами Верховной Рады собрались представители нацкорпуса. Активисты требовали упростить процедуру предоставления гражданства иностранцам-добровольцам. Чего добились и обошлось ли в этот раз без столкновений, видела Лариса Зубенко. Никита приехал в Киев из Питера в 2014-м. Говорит, воевать на Донбасс пошел по зову сердца. После двухлетней службы в Азове решил, хочет стать украинцем по паспорту. Со временем у меня лично пришло, я за себя могу сказать, я пришел к тому, что в принципе просто нет понимания у меня с гражданами России, как с ними жить, и даже если всем объявят амнистию в России, то возвращаться я особого желания не чувствую, потому что люди-то там те же останутся. Теперь он, как и 450 других добровольцев иностранцев, ждет, когда нардепы примут законопроект 34-33. Документ позволит оформить гражданство без справки о несудимости, которую сейчас необходимо получить по месту прописки. Также по новым правилам добровольцы будут автоматически обеспечены видом на жительство в Украине. Их не смогут принудительно возвращать в страны, которые не поддерживают территориальную целостность Украины. Дуже надеемся, что сегодня депутаты, которые уже голосовали нам поддержку, поддерживают этот законопроект своими голосованиями. То есть вся бюрократическая и юридическая работа с этого привода закончилась. Сегодня нам нужно только проголосовать. У нас есть 450 добровольцев, иноземных добровольцев, которые опинились без гражданства. Наразі 120 добровольцев уже в червоной зоне, то есть в зоне экстрадиции. С радостной новостью к митингующим выходит нардеп Андрей Белецкий. Законопроект 3433 приняли в первом чтении. За проголосовали 252 народных избранника. Активисты нацкорпуса зажгли фаеры и пообещали вернуться к Раде во время второго чтения законопроекта. Лариса Зубенко, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Боевики на Донбассе снова бьют из запрещенных орудий. Сегодня трижды применяли крупные калибры в Ореховом, Луганском и Старогнатовке. Всего за день уже 9 обстрелов на позициях. В районе Авдеевки побывал наш военкор Игорь Левенок. То у нас школьное перемирие, то у нас хлебное перемирие, то еще какое-то придумают. Как стреляли по нам, так и валят. Меняются только названия, а суть неизменна. Перемирие бумажное, а вот война настоящая. Окрестности Авдеевки. Ребята в окопах, на боевых постах. Со стороны врага время от времени раздаются выстрелы. Сегодня буквально с того напрямка было проведено несколько пострелов. Это при том, что сегодня здесь должна быть полная тишина. На линии разграничения работает миссия АБСЕ вместе с саперами, которые разминируют местность вокруг Донецкой фильтровальной станции, чтобы можно было отремонтировать водопровод. Сегодня разминируют. АБСЕ уехало, они опять мины ставят. У наших бойцов приказ только наблюдать. А вот боевики наблюдают, копают и стреляют. Днем обустраивают новые позиции, а ночью из них уже палят по украинцам. Да, вот буквально вчера три человека в наглую вышли по пояс копаться. Ну, как бы, такие товарищи нескромные, решили покопаться. О, опять вылезли. Вылезли? Да. Можете попробовать и снять. Эту высоту наши армейцы называют гора терпила, потому что враг больше всего ее забрасывает своими смертоносными железяками. Посмотрите, сколько их здесь. При этом наши армейцы должны все это терпеть. Ведь очередное перемирие. Среди бойцов в окопах много молодых ребят. А за плечами несколько лет службы. Кое-кто уже имеет и ранения, как вот этот солдат с позывным «Найк». Ему 22. В конце августа вражеская пуля прошила парню ногу. Я только с госпиталя приехал, поэтому вот сколько, второй или третий день тут стою. Все отлично, хорошо живу, здоровый будешь. Хожу, стою на ногах. А это Александр из Черниговской области. Ему 24. На гражданке был бы конструктором. Инженер-технолог по производству и эксплуатации авиационных двигателей, энергетических установок, летательных аппаратов. Но Александр выбрал другой путь. Стал защитником Родины и не жалеет. По специальности, пусть работают те, кто не имеет возможности служить. Я здоровый, я могу почему не пойти защищать Родину. Бить врага ребята готовы. Говорят, для того и пришли в армию. Нормальный физичный, здоровый. Нам только отдать команду, мы их до Москвы выжимаем. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепят. Подробности, телеканал Интер. Леонид Кучма завершил свою работу в трехсторонней контактной группе по мирному регулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил спецпредставитель БСЕ Мартин Садик. Он поблагодарил второго президента Украины за вклад в минский процесс. Напомню, Кучма оставался единственным из тех, чья подпись стояла под минскими соглашениями, кто реально участвовал в переговорном процессе по Донбассу. Обмена не будет. В Госдепартаменте США утверждают, что не станут менять Олега Сенцова на задержанных в Америке россиян. Дмитрий Анопченко узнал все детальнее. Публикация в российской новой газете накануне наделала шуму. Якобы из источников, близких к переговорам, стало известно о возможном обмене Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину, граждан России, находящихся в США под стражей. Журналисты весь день атаковали Госдепартамент, требуя прояснить, так ли это, и уже под вечер, когда в Киеве была глубокая ночь, получили ответ. Из него становится понятно, такой вариант в этом здании даже не рассматривают. Попытки России использовать задержание украинского гражданина как основание для возможных прямых переговоров, называют, цитирую, бессмысленными и очень четко подчеркивают. Соединенные Штаты не согласятся на вариант, когда судьбу украинского заложника будут решать без Украины, лишь на прямых переговорах Вашингтона и Москвы, как, возможно, хотелось бы многим в Кремле. При этом Госдепартамент четко озвучивает формулировки, заявляя, Сенцов был арестован в оккупированном России, украинском регионе Крым. Ему насильно дали российское гражданство, после чего российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Выдвинутые против него обвинения в подготовке теракта называются необоснованными, циничной местью за его позицию по поводу российской оккупации Крыма. Публикации о возможном обмене Сенцова здесь, в Вашингтоне, многих застали врасплох. Даже люди, которые имеют прямое отношение к переговорам о его освобождении, говорили, что не будут ничего комментировать для того, чтобы не навредить процессу. И Госдепу тоже понадобился целый день для того, чтобы все-таки выработать и сформулировать свою позицию. По неофициальной информации, в этом здании звонили в Белый дом, спрашивали, может быть, у них есть какие-то неформальные договоренности с Москвой. В итоге выяснили, журналисты выдали желаемое за действительное. И переговоров об Украине без Украины не будет. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. В Одесской области вспышка сибирской язвы. Заболели жители одного из сел. Все контролирующие ведомства подняты по тревоге. Подробнее о чрезвычайной ситуации расскажет Андрей Анастасов. Все пятеро заболевших находятся в Саратской райбольнице. Журналистов к ним не пускают. Диагноз «сибирская язва» уже точно подтвержден у одного из пациентов. Остальные ждут лабораторных исследований. Состояние больных ближе к удовлетворительному, говорят врачи. У всех характерное воспаление на коже. Это так называемый специфический сибироязвенный карбунков. Это бактерия, спорообразующая бактерия. Характеризуется тем, что длительный период времени, до десятки лет, может сохраняться в почве. А началось все неделю назад в селе Миняйловка. Четверо мужчин и женщина помогали соседям. Разделывали тушу внезапно умершей коровы. Как стало понятно сейчас, погибла она от сибирской язвы. Животное не было вакцинировано и, скорее всего, заразилось на пастбище. Хозяйка думала, буренка просто заболела. И решила ее забить. Я сделала раствор. Медик пришел, сказал мне, что делать, это медсестра. Я сделала раствор. Думаю, что пройдет. Пришла, она уже валяется. Теперь на окраинах Миняйловки стоят вот такие блокпосты с полицией и нацгвардией. Правоохранители останавливают машины. Следят, чтобы люди не вывозили мясо, ведь оно может быть зараженным. Проверяют всех животных, которые теоретически контактировали с погибшей коровой. В курсе, да, что у нас сибирская язва? 14-дивный карантин. Вывозу крупной рогатой скотины. Провели полную переверку населення четырех сел. Вывозу наявности возможности заболевания на сибирскую вырезку. Пока новых случаев заболевания ни среди животных, ни среди людей специалисты не выявили. Но расслабляться рано. Инкубационный период длится две недели. Впрочем, в облздраве успокаивают местных жителей. Мы четко знаем, что человек заболевания передать заболевание сибирской вырезки другому человеку не может это выключить. Кстати, прививки от сибирской язвы в Украине не делают, а вакцину не закупают. Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита. По его словам, прививки могут предложить сотрудникам, чья работа связана с риском заражения сибирской язвой. Стоит также отметить, что в данном случае речь идет о так называемой кожной форме сибирской язвы. По сравнению с легочной или кишечной, которые смертельно опасны, она самая легкая. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Во Львове от кори умерла трехлетняя девочка. Из желк вы ее доставили в областную инфекционную больницу. Две недели медики боролись за жизнь ребенка. Но заболевание вызвало осложнение. Воспаление головного мозга. Кроме того, у девочки была патология центральной нервной системы. Она весила всего 7 килограммов. Заразилась, скорее всего, от родных. В семье трое детей и все перенесли корь. Известно, что умершая не была привита. За последние сутки в больнице Львова поступили 6 детей с диагнозом корь. По данным Центра Минздрава, всего с начала года в Украине от осложнений умерли 14 человек. Отставки главы Минздрава Уляны Супруны и ее зама Александра Линчевского требуют в парламентском комитете по вопросам соцполитики. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. Теперь постановление комитета направят в кабинет министров. Руководство, ведомство обвиняют в невыполнении своих обязанностей и нарушении этических норм. Сергей Каплин отметил, что не единожды приглашал представителей Минздрава на заседание комитета. Но все просьбы там игнорировали. Мы никогда не дозволим ображать простых людей. Каждый чиновник, депутат, президент, министр, премьер-министр, все живут за счет податков простых людей. Мы должны прекратить практику, когда кто-то здесь ляпнул какую-то дурницу, образил просто людину и ему это прощается. Вы помните, как заступник министра охороны здоровья сказал, что не нужно выделять деньги для онкохворых, потому что они и так помрут. Мы считаем, что за это нужно как минимум прибирать с посадки и больше ни где и никогда на нижнюю посадку не призначать. Даже дверником. Назначение даты выбора в объединенных территориальных громадах должно быть одним из первых решений обновленного центра сберкома. Так считает Владимир Гройсман, ведь это касается качества жизни около миллиона человек. Напомню, недавно Верховная Рада утвердила новый состав ЦИК и уже завтра, после принятия присяги, его члены приступят к работе. Есть для нового ЦВК и задача, которое нужно решить просто негайно, это дать возможность провести выборы в объединенные территориальные громады, где люди объединялись, где люди хотят быть сильными. И то, что этот процесс был заблокирован, это непрепустимо. Поэтому я надеюсь, что после вступки в обязательства новой ЦВК, одно из первых решений, которое будет принято, это предназначение даты выборов в объединенные территориальные громады. Крайний срок для назначения выборов – первые числа ноября, говорят эксперты. Иначе выборы в этом году не состоятся. А в листе ожидания свыше сотни ОТГ. Они были созданы после старта реформы децентрализации, но никак не заработают в полную силу. Почему важно завершить этот процесс как можно быстрее, выясняла Ирина Розова. Если раньше поступления от налогов уходили сначала в бюджет района, области и государства, теперь почти все средства поступают сразу в распоряжение объединенной территориальной громады. В Киевской области реформа децентрализации продвигается медленнее, чем в остальных. Пока местные выборы прошли только в 9 ОТГ. У нас еще есть целый ряд громад, которые ожидают на призначение выборов в Центральную выборчую комиссию. Очекают отримания позитивного выяснений еще 12 громад, разных громад. И мы надеемся на добрую волю и швидкую профессиональную работу работников и чиновников из областной и государственной администрации, чтобы в ближайшее время мы, как минимум, 10 громад выпустили на выборы, чтобы они уже могли жить и работать в новых условиях. В Киевской области одна из самых успешных ОТГ – Песковская. В ее составе 4 населенных пункта. Первые местные выборы здесь прошли 2 года назад. Благодаря децентрализации доходы местного бюджета увеличились в несколько раз. Это произошло за счет поступления средств от налогов. В прошлом году ОТГ заработало около 15 миллионов гривен, а в этом уже 23. В Песковке сформировали собственное подразделение муниципальной охраны, которая приезжает на место вызова буквально за несколько минут. Завершают капитальный ремонт дорог. Отремонтированы и построены новые котельные. А еще громада приобрела собственную карету скорой помощи. Это дало возможность нам улучшить обслуживание наших пациентов. Так как раньше мы использовали швидкую помощь из райцентра Бородянки, пока она сюда доедет, это как минимум 36-40 километров, то это уже есть большие незручности и так далее. Населенные пункты, которые до сих пор не объединились, по-прежнему остаются в подчинении райсоветов и райадминистраций. И здесь образовалась своего рода троевластия. ОТГ уже созданы, но они почти полностью дублируют деятельность райсоветов и райгосадминистраций. Это переходный процесс и второй уровень, который предпочитает с собой реформу субрегионального уровня, то есть укрепление, объединение тех районов, которые будут уже иметь совсем другие повновления, но они будут иметь еще какие-то повновления, что касается медицины другого уровня, что касается удобрения интернатных установок. Реформа децентрализации стартовала в Украине в 2014-м. За три с половиной года более трех тысяч населенных пунктов превратились в 705 объединенных территориальных громад. Это почти 35% всей территории Украины. Притормозил реформу Центр-Избирком, который вот уже почти полгода не назначает даты первых местных выборов в громадах. За это время в листе ожидания 130 ОТГ. Ирина Розова, Сергей Ведмить, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер. В мире стремительно дорожает нефть. Популярная марка Brent достигла рекордной отметки 85 долларов. За баррель. Последний раз такой резкий скачок наблюдался четыре года назад. По словам экспертов, сырье дорожает на фоне санкций США против нефтяного сектора Ирана. А также из-за падения темпов добычи в самих Соединенных Штатах. А вслед за нефтью дорожает и бензин. За день на украинских АЗС он прибавил в цене до 70 копеек. На некоторых заправках 1,5 продают уже по 36 гривен. Подорожало дистопливо в среднем на 12 копеек по всей стране. Эксперты объясняют такой резкий скачок девальвации нацвалюты. И то ли еще будет. По прогнозам трейдеров, из-за подорожания нефти цены ближе к декабрю снова пойдут вверх. В Украине растет количество случаев рейдерства с участием псевдоактивистов. Последний громкий случай – скандал вокруг судебного решения по делу о компенсациях якобы жертвам пожара на нефтебазе под Васильковом в 2015 году. Диснинский суд столицы постановил заморозить счета 55 частных компаний по иску неизвестного фонда, который юристы обвиняют в профессиональном шантаже и вымогательстве. Речь идет о более чем 1 миллиарде гривен. Кто стоит за рейдерской атакой, расскажут наши корреспонденты. Бывшая нефтебаза БРСМ под Васильковом. Сейчас о трагедии 2015 года. Здесь напоминают лишь обгоревший металл, пожарные шланги и покореженные машины. Ну вот это все, что осталось. То есть она уже заросла за три года. Все, что вот осталось. Тогда, три года назад, масштабный пожар здесь тушили 8 суток. Были погибшие и пострадавшие. В считанные дни огонь перешел уже в судебную борьбу. Десятки исков о компенсациях, расследованиях, заявления о возможном теракте. Однако вместе с реальными потерпевшими с каждым годом начали появляться и десятки желающих нажиться на трагедии. Уже несколько месяцев по Василькову и окрестностям ходят представители некого фонда преодоления последствий Васильковской трагедии, созданного лишь в конце 2016 года. Два года спустя после пожара людей настойчиво просят подавать в суд. Они не представлялись, они говорили, что они приходят от вроде бы Олега Верник. Сразу сказали, что если я подпишу, то за это мне заплатят 500 тысяч гривен. Но я считаю, что на чужом горе наживаться не стоит. От имени якобы трех тысяч пострадавших фонд теперь требует деньги почти 1 миллиард 300 миллионов гривен. В считанные дни судья Деснянского суда столицы Ирина Галась принимает решение активы и счета предприятий на время разбирательства заморозить. Судья Деснянского района суда города Киева Галась Ирина Анатольевна априори не могла принимать данные искового требования в связи с теми нарушениями, которые были приняты ей как принятие данного иска без надлежащей оплаты судебного сбора. В связи с тем, что данные иски уже находились в суде, отсутствуют какие-либо допустимые доказательства о том, что данные физические лица каким-либо образом причастны к пожару, который случился три года назад. Более того, многие из компаний, против которых подали иск, и вовсе были созданы уже после трагедии. Это выглядит именно как рейдерская атака, потому что компания Европауэр была создана через полтора года после Василькиевской трагедии. Едем в Деснянский суд столицы, застаем судью в кабинете. Откуда взялась столь огромная сумма компенсации, а главное, если доказательства, что неизвестный фонд представляет интересы реальных потерпевших, комментировать служитель Фемиды не берется. Цену позову вызначают позывачи и доводят к проведению цивильному, а я в нарадочной комнате, в соответствии к материалу в справе, приму решение, ли она действительно заданной шкодой, или не отвечает. Лишь добавляет, на решение уже подана апелляция. Сейчас моя ухвала про открытие проведения оскарживается, находится в апелляционной инстанции. На этом пресс-секретарь Ирина Галась пытается вытолкнуть оператора из кабинета. А стоит нам только выйти на улицу, как к суду, сразу же стягивается дополнительная охрана. Чего же служитель Фемиды так боится журналистов? Эксперты уверены, за делом стоят далеко не потерпевшие. Не исключают, за псевдоактивистами из фонда преодоления последствий Васильковской трагедии может стоять бывший министр энергетики времен Януковича и бывший партнер сети БРСМ Эдуард Ставицкий. Большинство участников рынка склоняется к этому, что это как раз является одним из бизнес-активов Ставицкого. В Украине такая практика существует, то есть прикрываясь такими организациями, некоторые и политические силы, и возможно и другие силы набивают себе капитал. То есть это факт не только на рынке нефтепродукта, но и во всей Украине. Глава фонда преодоления последствий Васильковской трагедии Олег Верник, близкий друг еще одного министра Януковича, Дмитрия Табачника, работал вместе с российским политологом Алексеем Кочетковым, называвшим революцию достоинства и Майдан сборищем нацистов. О СМИ неоднократно писали о его биографии профессионального вымогателя. Так кто же действительно стоит за миллиардным иском? И не пытаются ли под видом защиты потерпевших в украинский бизнес вернуться бывшие члены семьи Януковича? Эти вопросы уже к правоохранительным органам. Компании, против которых подали иск, уже готовят заявление в ГПУ и МВД. А тем временем юристы просят Высший совет юстиции проверить и мотивы судей Деснянского суда столицы Ирины Голась. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Поднять зарплаты требовали сегодня сотрудники всех облгазов Украины. Возле здания НКРКУ прошла массовая акция. Протестующие просят регулятора обратить внимание на их проблему. За три года из-за низкой оплаты труда компании газораспределительных магистралей покинули 20 тысяч специалистов. Услышат ли газовиков? Разбирались наши корреспонденты. В касках, спецжилетах и робе, но не на рабочем месте, а у здания НКРКУ. На акцию протеста со всей Украины собрались несколько сотен представителей облгазов. Анатолий слесарь третьего разряда. Жалуется, с такой зарплатой его семья вынуждена выживать. За последние три года отрасль покинули 20 тысяч специалистов. Большинство едет на заработки в Польшу, где платят минимум 1000 евро. А вот в Украине зарплаты газовиков совершенно не конкурентно способны. Сейчас средняя заработная плата в межах 6300 гривен по Украине. Если по промышленности взять, то это больше 9 тысяч гривен. Если взять энергетическую сферу, там, конечно, в 2-2,5 раза больше средняя заработная плата, чем в наших работников. В НКРКУ о низком уровне зарплат знают. К митингующим вышла глава регулятора Оксана Кривенко. Она заявила, проблему будут решать. Впрочем, ситуация могла измениться еще три месяца назад, но постановление зависло в воздухе. Вони, в принципе, затвердили новую методику розрахунку тарифа на заработную плату темчасовую, но уже на протяжении трех месяцев, с 14 червня этого года, вона не друкуется в державном выдаче, в урядовом курьере. И, в принципе, не вступает в силу, потому что вона может вступить в силу только тогда, когда она будет друкована. В ненапечатанном новом расчете «Нафтогаз» терял бы небольшой процент дохода. Из общего тарифа 6,95 за кубометр газа только 56 копеек получают операторы ГРМ. Монополист берет 4 гривны 95 копеек. «Облгазы» предлагали перебросить к их тарифу всего лишь 15 копеек. Впрочем, и такой мизер в размере 15 копеек за кубометр газа утверждают эксперты. Операторов ГРМ не спасет. На ремонт и модернизацию магистрали «Облгазам» также нужны средства. Тем временем митингующие газовики заявили, в случае игнорирования их требований выйдут снова на акцию протеста. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал «Интер». В Ривенской области снова конфисковали янтарь. В этот раз на полмиллиона гривен полицейские обыскали дома в двух населенных пунктах. В одном из сел мужчина хранил дома почти 20 килограммов ценного камня. Еще пять нашли у жителя другого поселка. Обоих подозревают в незаконных сделках с янтарем. Кому планировали продать товар, полиция еще выясняет. День учителя впроголодь. Киевские педагоги могут остаться без премий, надбавок и даже зарплат в свой профессиональный праздник. Как сообщили в Учительском профсоюзе, столичным преподавателям урезали надбавки за престижность работы с 20 до 5%. Местные власти объясняют, образовательной субвенции из госбюджета не хватило. Недостающая сумма 865 миллионов гривен. Уже в четверг учителя выйдут на акцию протеста. Если их не услышат, угрожают объявить забастовку. День учителя, начиная с 1 вересня, например, молодой учитель, он же молодой педагог, молодой вихователь, недоотримует 1500 гривен до своей и так мизерной заработной платы. А учитель вищей категорії щомісяця недоотримует 2000 гривен. У нас два основоположних питання. Це повернення Києву субвенції в повному обсязі до кінця поточного року. І друге – це виконання закону про освіту статті 61 не в 2023 році, а з 1.01.2019 року. Візит чемпионів, легенды мирового бокса посетили один із київських детдомів. Спортсміни пообщались с воспитанниками і устроили для них автограф-сесію. Все подробности расскажет Богдан Дербицкий. Нам сегодня будуть приїжджати боксори. Они взрослі, і у них є сила. І у них є такі біцухи. Ми будемо сегодня танцювати. Центр – город счастливих дітей. Воспитанники повторять стихи і готовяться к выступлению. До візита титулованних гостей – в считанні минути. У нас це перший раз, тому ми трішечки хвилюємся. І діти, і ми, вже в них мрія така стати боксером, захищати нас. Мечта істі у Миши. Візит известних боксерів для нього більше, ніж просто праздник. Парень ждет свого кумира – Ленокса Льюиса. Ну, мені нравится, як він бьет і як він от удару так отху. Я хочу, да, взяти автограф. Ну, этот візит важен і для самих легенд мирового бокса. Самое важное – не забывать своё детство. После каждого полученого титула WBC, после каждой победы, ты не должен забывать, кто ты і відкуда. Я тут четвёртый раз. Я счастлив ещё раз вернуться і увидеться з дітьми. Київ – прекрасний город. Он разрастається. Мені нравяться люди в цьому місті. Візит іменитих боксеров состоялся в рамках 56-го Конгреса WBC. Подобні мероприятия в Києві проводять вперві. Дуже добре, що WBC відгукнулася на відвідування цього будинку, щастливих дітей. І переконуюся, що може бути, хтось з них стане великим спортсменом. Ми прийшли не з пустими руками, з подарунками, але в першу чергу це емоції. І емоції дарили не тільки гості. Чедрий, білядний край. Чемпіони мира дали несколько советів мальчишкам. Говорят, главное – здорове питання. Передай їм, якщо хочуть бути такими большими і сильними, як я, вони должны їсть багато овощей. Після пам'ятного фото з воспитанниками центра журналисты решили вияснить, не хотят ли спортсмены снова надеть боксерські перчатки. Не хочете ли ви провести между собою ще один бой? Ви що, какой бой? Он потолстел. Серёжа говорит, этот день запомнит на всю жизнь, ведь його главна мечта уже стала реальностью. Удалося взяти автограф. Пожали, пять давали. Богдан Вербицкий, Виталий Коваленко. Подробности – телеканал «Интер». С легендами мирового бокса встретился сегодня и президент Пётр Порошенко. По его словам, Украина прославилась в боксерском мире, поскольку это родина ни одного чемпиона. Также глава государства поблагодарил президента Всемирного боксерского совета Маурисио Сулеймана за визит и благотворительный аукцион, собранный на нём 200 тысяч долларов, отдадут на реконструкцию боксерского зала в Мариуполе. Так, нехай він знаходиться в 15 кілометрах від фронта, але це дуже символично, що пріоритет по розвитку спорта ми надаємо саме Донбасу. Тисячі хлопців з вулиць пройдуть після сьогоднішньої акції в боксерські зали, і якщо не сотні, то десятки нових чемпионів народилися і народяться саме внаслідок ваших, або наших сьогоднішньої події. Освоити лідерські качіства і змінити страну. Будуючих чиновників, політиків, волонтёров готовять в Харкові. Этот філиал Української академії лідерства стал первым на востокі України. Сьогодні со студентами делилась опытом их глава регіона Юлия Светлична. Алена Юрченко із Вінницької області поступила в Українську академію лідерства в этом году. Філиалы є в шести городах України. Студентів розпределяють по принципу случайного выбора. Алені достались Харков і Черновці. Вона вибрала Харков. Після місяця учоби у дівшки амбіціозні плани. До академії у мене не було якоїсь такої певної визначенності у своїй професії. Зараз я планую створити себе як можливо, як депутата. Це платформа, можна сказати, для розвитку особистості. А вот Александр Матушкин прийшов в академію после учоби в Київському університеті ім. Тараса Шевченка. Об'ясняє, не хватало понимання, як жить. Поэтому переселенец із Крима взял академотпуск і приїхав в Харков. Це справді неймовірний досвід коммунікації, відвертості, певного чина ораторського мистецтва і самоорганізації. Ми вже самоскоординувалися, поділилися на департаменті. Студенти отмечають, програму може осилить кожен. Є час і для лекцій, і для саморазвития. В період учоби реалізують різні проєкти, допомагають пенсіонерам, роботують з дітьми, сотрудничать з чиновниками. Є також програма, касаюся профорієнтації молодежі і здорового образа життя. Кроме цього, студенти допомагають бойцам на Донбасі. Периодически в академії проводять встречи з успішними людьми. Сегодня ребята задавали вопросы главе Харковської області. По словам Юлії Світличной, до 2030 року необхідно повністю обновити підходи к системі госуправління, а главное, активніше привлікати молодих людей. Навчання повинно бути сучасним, цікавим і йти в ногу із новітніми технологіями. Саме ці принципи сповідає Академія лідерства. Саме молоді, амбітні, завзяті, досвідчені європейські лідери повинні бути у розвитку нашої держави. Ми завжди відкриті для того, щоб молоде покоління продобувалися нових результатів, звичайно, вступала до лав виконавчої влади на місцях. Обучення в Академії бесплатно. Программа рассчитана на 10 місяців. Зараз в Харковському філиалі лідерські качіства приобретають 42 студента із 14 регіонів країни. Андрей Кравец, Светлана Шикера, Александр Яновський. Подробності – телеканал «Интер Харков». Більше новостей, як завжди, на нашому сайті. Подробності є я в прямому ефірі. Увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошого вечера і до встречи. Дякую за перегляд!